Добрый день, уважаемые саровчане! На сегодня, на 23 июня-вторник, у нас с вами 427 больных. И по сравнению с субботой, когда мы с вами экстренно встречались, это еще плюс 37 человек. Это уже спокойная ситуация, это уже тот самый спокойный эпид-процесс, который у нас был в последние дни. И я надеюсь, судя по анализу, что это был всплеск, который стал, в свою очередь, итогом наших бурных праздников с 12 по 14 июня. С тем, чтобы такого же всплеска у нас не было после праздника завтрашнего, я призываю всех продолжать все те же меры профилактики. Выздоровевших у нас на сегодняшний день уже 134 человека, и это плюс 14 по сравнению с субботой, это тоже нас радует. А вот госпитализированных количеств не уменьшается, а даже понемногу увеличивается, потому что те новые больные, а их нарастает количество, далеко не у всех проходит заболевание в легкой форме. Есть у нас и средне-тяжелый, и по-прежнему тяжелый. Я оглашу 40 человек в нашей клинической больнице, и 11 из них средне-тяжелых, и 10 человек в Помце, в Нижнем Новгороде, из них 2 тяжелых и 8 средне-тяжелых. Для того, чтобы можно было всем быть спокойным, включая в первую очередь, конечно же, наших медиков, у нас развернуто еще одно отделение в клинической больнице для больных коронавирусной инфекцией, оснащено всем необходимым оборудованием, и они тоже готовы принимать больных, если это понадобится. С учетом новых открытых коек, у нас свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 52%, и это уже спокойно, в этом отношении могут быть спокойны все, потому что мне эти вопросы задают. Охват тестирования по-прежнему большой, на сегодняшний день это 278 в сутки в пересчете на 100 тысяч населения. Это достаточно для того, чтобы охватывать больных, контактных, и тем, кому необходимо по долгу работы, но это не тот объем, чтобы сделать абсолютно всем. Я еще раз напоминаю, что те люди, которые не попадают под обязательные бесплатные, могут обращаться и делать эти анализы на платной основе в трех лабораториях города. Еще под наблюдением на карантине находится 195 человек, и это количество ширится у нас сейчас за счет того, что, соответственно, прибавляются новые больные, но и снимаем мы периодически достаточно большое количество. То есть это каждый раз все новые и новые люди. Благополучно, кто выходит из контактов, мы рады за этих людей, но те, кто из контактных переходят в больные, должны понимать, что тоже должны соблюдать все назначения врача и не гулять. У нас на сегодняшний день есть одна больная, которая вызвала врача на дом. Врач приехал, в том числе взяли у нее мазочек. Она успокоилась, что врач ее посмотрел, мазочек взял, не дождавшись результата, уехала на дачу, гуляет, отдыхает, и травонька не расти. Поэтому мы ее, конечно же, найдем обязательно, включая все средства, которыми мы можем найти. Но я хочу сказать, что даже если у человека не коронавирусная инфекция, то гулять во время больничного и распространять инфекцию по-прежнему не гоже. Прошу об этом всех помнить. Хочу еще в преддверии завтрашнего хорошего праздничного дня напомнить людям о карантинных зонах, с тем, чтобы они туда не выезжали. Не сняты карантины в Нижегородской области с Дивеева, Павлова и Кулебак. А если вы обратитесь на официальные сайты и посмотрите вообще распространение заболеваний по Нижегородской области, то увидите, что не стоит ездить также в Павловский район, в Дзержинск, Борг, Стова, ну и Кулебаки, о которых мы уже говорили. Дзержинск в последние дни вызывает особую тревогу и уже ставился в последние два дня вопрос о том, чтобы вводить там карантин. Карантин не введен, но заболеваемость очень высокая. Пожалуйста, при посещении этих мест будьте очень внимательны и очень осторожны. У нас открываются зоны отдыха, у нас открываются различные санаторно-курортные учреждения. И сейчас правило нормативно-правовое, такое обязательное условие, что люди туда должны приезжать с анализами на коронавирусную инфекцию. Начали делать у нас такие лица анализы. И что у нас обнаружилось? У нас обнаружилось, что люди, которые ничем совершенно не болели, не имели никаких признаков заболевания, собирались спокойно на отдых и ехать на море отдыхать, вдруг обнаружилось, что у них есть коронавирус. О чем это говорит? Это говорит о многом и о хорошем, и о плохом. Хорошее в этом то, что, слава богу, что есть большое количество бессимптомных случаев. Это значит, что эти люди, вообще не успев моргнув и не поняв, что с ними произошло, переболеют и получат какой-то, но, наверное, не очень стойкий, как это было бы при тяжелом заболевании, но, тем не менее, иммунитет. И это говорит о том, что у нас проэпидемичивание такое пройдет более гладко. Это хорошая сторона этой темы. А плохая сторона в том, что эти люди могут все-таки быть источниками заражения. Уже не такими активными, как больные. Они не столько вируса выделяют в окружающую среду, не так активны, не кашляют во всяком случае. Но, тем не менее, это зона такая, серая зона риска. Поэтому я еще раз обращаюсь к людям просто для общего понимания, что мы сохраняем дистанции, мы используем маски не только от тех людей, которые рядом с нами ходят, чихают и кашляют, да, и выглядят очень болезненно, но и от внешне здоровых людей, которые теоретически вот сейчас, в период эпидемии и пандемии, могут на самом деле разносить эту инфекцию. Я желаю вам всем хорошего завтра праздничного дня. Я думаю, что мы будем с вами встречаться уже сейчас реже. Наверное, два раза в неделю этого будет достаточно. Если будут вопросы, передавайте их. Мы будем отвечать на них в нашей передаче. Всего доброго. До свидания.